А вы знали, что в Анапе существует своя хоккейная команда? Да, у нас нет льда, но это не мешает ей быть одной из первых. В команде 18 человек, 18 лучших игроков. За 4 года команда зарекомендовала себя как одна из сильнейших хоккейных команд среди любителей. А все началось с товарищеских игр со станицей Северской. Начали товарищеские игры сыграть с командой Северской станицы. И с этого началось создавание команды. Давал объявления по телевидению, по радио, приходили игроки. Половина команды именно по объявлению пришли, которые сейчас играют, забивают основные игры команды. Зимой, если речь Канапка замерзает, хорошо, команда тренируется там. А пока ездят в станицу Северскую. Тренировки начинаются в 8 часов вечера. Два часа туда, два обратно. Но чего не сделаешь ради любимого дела. Тяжело, конечно, своего ледового катка нету. Приходится 150 километров каждый день ездить туда-обратно, тренировки. Ребята все инициативные, болеют хоккеем. Независимо от того, что у нас всегда нет, какие-то результаты показываем. Она поделит первое место с Краснодаром в открытом чемпионате ночной хоккейной лиги среди любительских команд. Хоккейная команда Краснодара выгодно отличается. У них есть свой лед и постоянные тренировки. Но это не мешает анапской команде быть их основными соперниками. В турнире участвуют 10 команд. Победители выйдут в финал. И весной в Сочи соберутся самые лучшие команды России и Европы. В этом году нам очень помог спорткомитет, и мэры, и финансовое управление оплачивают нам игры, чемпионат. То есть мы играем благодаря тому, что обещали помочь и помогают. Матч складывался немножко напряженно. Мы думали, что выиграем быстро и легко. Но, как всегда, это лотерея. Мы первое-второе место делим, поэтому против нас настраиваются игроки. Все команды против нас настраиваются серьезно. И немножко сложно было. Первый период, второй. Потом расслабились, начали играть в свою игру и выиграли. С хорошим счетом 7-3. На льду царит особая атмосфера борьбы, спортивной жесткости и настоящей командной игры. Это очень важно, ведь на кону стоит ледовый каток от государства. Но для этого нужно пройти отборочный этап, итоги которого подведут в конце зимы. Победители поедут в Сочи, а пока каждая команда борется за выход в финал.